Вот мы где бываем, мы это испытываем. Ну, они-то не в стороне, на меня. Вот представьте, я прихожу в Новый Завет, симфония, принес подарок епископа, а его нету. Ну, настоятельный семинарий, ректор называется, его нету, а проректор по воспитательной части в храме оригинтует. Мы дождались, потом какой-то молебен, там, не знаю, вообще с чего. Мы тоже дождались, так, если он выходит. И он с первой минуты объявил войну мне сразу. А тут же стоят студенты, семинаристы, наши люди. Он никого как будто не видит. Бог это допустил. Я узнал фамилию, фамилию Барстуков, там, Михаил. Он бешеным волком кинулся на меня. Я был в Барнауле, я слышал, там ереси. Я стоял, я принес подарок епископу. Я бы мог ему сказать, а ты теперь и говоришь, когда ты где находишься. Зачем? Что это дает? У Бога что-то приготовлено для него и для меня. И он непрерывно изливает ложь, сто процентов. Он ничего не читал. Я вот от книги даю, вот они, я принес подарок. Подарок, который подарен Медведю, Путину, Патриарху, Ахиерею. Вы даже не взглянули ни разу. И вы так говорите. Конечно, тяжело, и не в раз. А когда человек еще обладает даром слова, он говорит, пусть он будет. Я вот так врежу, спать не будет неделю. А вот когда принят с благодарностью от Бога, он для чего-то нужен был. И когда мы вышли оттуда, он до конца продолжал хулить. И, видимо, испугался. Это уже Дух Божий. В этот же день видели его в другом храме. Ну, прямо мне показалась сестра моя. И это в монастыре. Он пришел на испокий, долго что-то исповедовался. Ну, я не знаю, с чего, как, но именно в этот день. А наш подарок-то у меня остался в руках. И теперь мы вышли. Я первое, что сказал, значит, кому-то это предназначено другому. И я ему ничего не сказал. Только сказал, что я же подарок принес. А он не может успокоиться. Прям его... Нам встречались уже три человека. Вот такие. Библиотека одна. Карма Маркса. Одна в Сибирске. Библиотека как библиотека. Ну, областная приняла книги. Мы решили еще и в городскую отдать. И вдруг она выходит. Заведующая нет. Директор называется библиотеки. А это вот стоит девица, ну, лет 30. И с ней, как, я думала, сейчас она упадет. Хлопнется и припадок будет. Она как глянула на меня. Вот так вот. Не подходите. Не подходите. У нее глаза завращались. Она, ну, видел, как она. Я только говорю, не говорите ничего. Она одержимая, буйная. И в ней это начались проявления. У нее мощная аллергия на мое присутствие. Тогда заходите в кабинет. Я говорю, Сережа, ты иди, я останусь здесь. Она сейчас с ней просто дурдом вызовут. Она начнет окна бить. И это встречалось дважды. Еще в одном месте было такое. Снимали. Она просто как обезумела. Уже на улице Сергей делает снимок. Она выскочила на улицу. Не делать снимок в библиотеке. А мужчина стоит. С ума сошла баба-то. Говорит, я в Москве любое министерство. Ну, не закрыто. Иди и фотографируй. А надо же библиотеку сельского масштаба. Крапивинский уезд. Крапивинский. Надо быть тому. Она сохранилась даже на снимке. И, конечно, по-человечески, я бы мог ответить. Я могу сказать только одно. Помолимся. Больше не давно. Я не знаю, что за этим есть. Но вот мы идем мимо. И Марк, это Дусин сын, и говорит, а вот костел католический. А мы когда шли туда, мы не могли зайти. А теперь у меня подарок. Пойдем зайдем. Только заходим. У них богослужение только началось. Но оно, я не знаю, там полчаса больше-то и не было, наверное. Кто со мной был. Ну и когда кончилось, мы говорим, мы хотим Ксенза увидеть. Мы не знали, кто он такой. Иван Жей, то есть Андрей, отец Андрей. И мы с ним сфотографировались. А потом на следующий день, этот день не сфотографировались. Фотофрат забыли. Я прям себя так это переживал. Фотоаппарата нету. И ни там не сняли, ни здесь не сняли. А на следующий день мы к нему попали. Но в этот день я ему подарил. У них очень высокий уровень образования. Очень высокий. Просто с нашей академией не приходится даже сравнивать. Они как бы несколько университетов и медицину там и все захватывают. И стали говорить, он мгновенно оценил заложенный труд. Он буквально отшатнулся. Это вы один сделали. Восхитительно. Да не может быть. Сэмспонию показывал, руки опустил. Это вы все сделали. Вот это 38 книг, я подарил вам 4. Это мне. Он полез в карман, давай собирать. Я гляжу, там трешки, пятерки собирает. А домой прочитал как раз стоимость книг. Это все на бензин на наш. Потом мы к нему пришли. Вот она книга, предназначенная 5 книг. Там они не должны были быть здесь. И Господь завернул. Ну, насильно, конечно, там обругали, оболгали. Ну, это тоже причем. Вот я потом расследование сделаю. Как может такой человек воспитывать юношество, готовить священников. С такой злобой, непримиримой. В глазах никогда меня не видел, а слышал. Ну, меня назвали, я сын Геббельса. Ну, и что из этого? Ну, ладно, я незаконный сын Гитлера или Сталина. Что угодно скажи. Но доказательства у тебя никакого нет. Никакого. Ты ничего не считал, со мной не беседовал. Это просто полное безумие. И вот Бог, что делает, допускает поношение, особенно при людях. Тяжело переносится. Но переносится не это тяжело. Я читал про одного подвижника. Он говорит, вот когда хулят, и принародно, тяжело. Но, наконец, я выработал себе, мне все равно. Я как камень стал. Но когда хвалят, я еще ни разу не был, чтобы безразличен был. В душе ощущал приятность. Понятно? Прошел, говорит, огонь, говорит, и воду. А медные трубы не могу пройти. Когда трубят в мою честь хвалы, внутри у меня приятность. А мне нужно быть совершенно безразлично. Хвалу, говорит, поношение приемлемо, а равнодушно. И меня спалили глупца, как Кушкин пишет. Внутри появляется приятность. Этот человек оценил, он взял. А я, как совершенный человек, должен равнозначно отнестись к тому и другому. И обоим сделать добро. Это непростые слова прочитали. Слова, требующие мужества и непрерывного труда. Мы должны из этих занятий выйти другими. Не просто, а теперь я узнал. Я узнал и применил. Поблагодарил Бога, что такое место открылось. И впредь поступать по этой высшей шкале. Наверное, на этом мы остановимся. А то пришли здесь на репетицию. На 3-4 стихе. Православные притчи, сейчас немножко скажу. Видел кто-нибудь там первая притча? Да какой у вас талант. И у него голова закружилась, так еще показано. Это что за репетиция? Не видел? Надо смотреть. По рулению кричит, там три пения. Помолимся. Достойный святка по истину. Блажите Тя Богородицу, Крест на блаженную и пренебкорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искления Бога, Слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, любящего нас и умершего за нас, и воскресшего для нашего оправдания, мы прославляем Тебя и просим, услыши молитвы о тех, которые не знают Тебя, родных и близких, привлеки их к себе, и даруй нам всем иметь и защищать свою первую любовь от нападок сатаны. Приготовь нас к встрече Тебя, жених души нашей. Тебе Боже слава, хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода. Спасибо.